Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию стример для ловли судака и другого хищника, который в основном охотится в сумеречное и ночное время. Он ничем не отличается от обычного стримера, который я уже вязал, за исключением тех материалов, которые мы будем использовать. Мы будем использовать вот такую вот тесьму, которая является светонакопительной. Будем использовать вот такой люрекс, который тоже светонакопительный. Мы будем использовать вот такой лак, он тоже светонакопительный. И в качестве опушечки я буду использовать вот такое флуоресцентное перо. то есть все элементы которые у нас имеются поверьте на слово ну давайте я попробую может камера сможет как-то передать выключу основной свет заметно вам что достаточно хорошо накапливает у нас так же как и лак ну лак я еще немножко не держал достаточно хорошо накапливает свет рыбачить можно как с использованием фонарика фото вспышки что угодно любой элемент который вы сможете использовать в качестве освещения давайте приступим все традиционно также берем небольшую щепоточку меха красного и формируем хвостик крючок я взял приблизительно 10 а грузил его хорошо свинцом и в если у вас имеется света накопительная это даже приветствуется потому что потом мы все равно будем покрывать по необходимости конечно будем покрывать вот таким вот лаком света накопительным крепим здесь посмотрели длину достаточно остатки я отрезаю чтобы не было нагромождение все хорошо пропитываем обыкновенным клеем так как он у нас внутри и не повлияет на света накопительные элементы берем теперь хорошую щепоточку длинного белого меха песца так чтобы он у нас стабилизировал наше тело и в свободном падении и в ступенчатой проводке поэтому длина хвостика немаловажно как я уже говорил гидродинамика во многом сходно с нашей аэродинамикой поэтому будем использовать принцип воздушного змея вот такой величины и длины я подготовил хвостик промажем еще немножечко клеем и хвостик крепим сверху не охватывая цевью в то же время не нагромождая элементы подхватили и окончательно в одной точечке закрепили переходим к нашему симпатичному люрекс светонакопительным если по каким-либо причинам вы не найдете в своих магазинах уверяю в интернет магазине вы всегда это найдете не только материал фирмы hands выпускает практически все мировые производители нам понадобится совсем совсем немножечко но может быть две три два три волокна этого света накопительного элемента потому что чрезмерно большое количество тоже нам использовать нежелательно и мы укладываем с одной и с другой стороны так чтобы по хвостику симметрично расположить наш светонакопительный элемент подравниваем остатки отрезаем и в верхней части мы можем несколько больше добавить не 24 сделаем вот так переломаем и закрепим сверху это не совсем люрекс но в то же время является как хороший элемент для привлечения для того чтобы сумеречные часы я буду использовать в качестве добавления голографический люрекс буквально парочка парочка больше нам не надо добавлять хорошего вот такого голографического люрекса который работает и в ультрафиолете также как и этот люрекс закрепим его небольшими прядями с одной с другой стороны а сверху добавим одну прядь усердствовать не будем сильно закрепили остатки отрезали теперь я беру светонакопительную свою синель она может иметь любой оттенок какой вы подберете себе допустим в интернете я свой выбор остановка останавливаю на нейтральных таких тонах как будем говорить кремовый немножко серо зеленый так чтобы они у меня не вызов не были сильно яркими так как в В дневное время и так достаточно у нас привлекающих элементов, а в ночное время, будем говорить, не имеет большого значения, какого она цвета. Закрепили ее здесь, у хвостика. И теперь, подхватив весь материал, пройдем еще раз по цевью и остановимся, не доходя до нашего шарика. И теперь ровными стараемся так, чтобы они у нас не перехлюстывались, отодвигая наши бородочки с синели назад, наматываем нашу синель. При определенных условиях довольно-таки результативный стример. Ряд недостатков, конечно, имеется, это то, что необходимо его подсвечивать. Ну, от трех до пяти минут, это уже проверено, хватает его работы. Доходим до окончания нашего свинца, сделаем один оборот и закрепим нашу синель. Остатки отрезали. И теперь, для того, чтобы наш стример имел хорошую стабилизацию при движении в толще воды, я возьму совсем небольшую щепоточку еще черного меха-писца, который у меня имеет вот такие белые кончики. Совсем-совсем небольшую щепоточку, так, чтобы застабилизировать сам стример. Если вы будете делать более равномерные проводки, не рывковые, достаточно будет и не укладывать, допустим, это крыло, так как я его укладываю для рывковых проводок. Примерили наше крыло, и здесь у шарика в одной точке его крепим. Следим за тем, чтобы у нас осталось место для крепления пера. Закрепили. Совсем немножко я добавляю нашего люрекса парочку-парочку щепоток, тот, который вот у нас остался. Закрепили. Вот столько будет достаточно. И теперь я подготовил вот такое перышко, но желательно нам сейчас произвести намотку, не используя вот наши пуховые части. Поэтому мы возьмем, начнем. Если по каким-либо причинам вам, у вас будет недостаточно, допустим, используйте. Но для нашей стабилизации уже вполне достаточно вот хвостика, который мы закрепили. Теперь мы крепим наше перышко, которое является уже не светонакопительным, а светоотражающим. Закрепили. Аккуратно отводим все бородки и проведем визуально два, три, сколько мы увидим по нашей пышности воротничка оборотов. Перо не должно быть жесткое, оно должно быть мягким для того, чтобы играло и создавало шум в воде. Вот как раз нам еще полтора оборота будет вполне достаточно. Вот так. Дошли наши полтора оборота, прихватываем перо, уводим все бородки назад, сделаем еще один полный оборот. И теперь, для того, чтобы десять раз не выполнять здесь на обмоток, я промажу нить немножко клеем и сделаю завершающий узел. Отводим все бородочки. И закрепили окончательно наш материал с помощью клея. И теперь удаляем остатки пера. И наш нехитрый стример для сумеречной и ночной рыбалки готов. Давайте я подсвечу его фонариком и мы попробуем посмотреть, что вы увидите. Так. как вы видите, друзья, у нас достаточно остается светонакопительной нашей функции, наших элементов. так что наш стример будем говорить так удался. В рыбалке он уже проверен, так что вы можете не сомневаться. В сумерки и в темное время ловит достаточно хорошо. Пробуйте. Материалы можно менять практически на любые, кроме светонакопительных элементов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...